Еще одна тема, которая раскалывает украинское общество, политика так называемой декоммунизации. Под предлогом борьбы с наследием советских времен сносят памятники, запрещают символику, переписывают учебники. В последние дни идет волна массовых переименований в списках сотни городов, поселков и улиц. Названия меняют, не считаясь затратами и не спрашивая мнения местных жителей. Это уже приводит к нервным срывам и чрезвычайным ситуациям. Репортаж Юлии Ольховской. В Харькове из метро эвакуировали 9 тысяч пассажиров. Полиция получила сообщение о минировании метрополитена. Взрывчатку не нашли. А позже выяснилось, что так местная пенсионерка решила выразить свой протест против переименования шести харьковских станций. Декоммунизация по-украински. Этот проспект имени героя Советского Союза, освободителя Киева Николая Батутина, скоро может быть переименован в проспект имени его врага, главнокомандующего украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Как известно, именно диверсанты УПА нанесли Ватутину ранение, после которого он скончался в апреле 44-го. Похоже на злую иронию, но все становится на свои места, если учесть, что главные идеологи переименования улиц в украинской столице депутаты Горсовета от националистической партии «Свобода». С их же легкой руки проспект Московский может стать проспектом имени Степана Бандеры. Киевлян призывают голосовать на сайте городской администрации за или против переименований. Хотя результат, как накануне продемонстрировала Верховная Рада, мало кого волнует. Жители Днепропетровска, например, не хотели, чтобы их город стал Днепром. Но именно так он теперь и называется. Интернет буквально пестрит язвительными комментариями и футожабами. Уже после принятия решения некоторые депутаты заявляют, что не согласны с парламентом. Не нужно сегодня насиловать города, районы и не нужно создавать проблему, которая еще больше раскалывает общество. Это приводит только к тому, что киевскую власть, парламент еще больше ненавидят украинский народ. В очереди на переименование еще 500 населенных пунктов по всей Украине. Не обошлось без казусов. Возвращаемся к нашему Кировограду. Как мы знаем, сейчас рассматривается вопрос о переименовании его в Кропивницкий. Это был один из деятелей сельских театров на Украине, так еще и с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И жителям Кировограда крайне не хотелось бы иметь наименование с подобными ассоциациями. Среди альтернатив для существующих названий немало экзотических. Арджаникидзе, например, предлагают заменить на Пекторальск или Степную Скифию, Артемовск на Бахмут. А Комсомольск уже переименовали в Верхние Плавные. Вот как отреагировал на депутатскую инициативу мэр города. Предложено новое название – Верхние Плавные. Оно не имеет никакого отношения к нашему городу и месту, где находится Комсомольск. Это не историческое название города. Наш город был и будет Комсомольском. Самые неожиданные и творческие решения в самых западных областях Украины. В селе Минай Закарпатской области недавно появилась площадь имени Энди Орхола. Журналисты решили поинтересоваться у местных, знают ли они, кто это. Распечатали автопортрет и работы художника и пошли в народ. Райкин, я бы сказал так. Молодой Райкин. Пьехо. Это Пьехо? Так, верно. Да. Фантазия у человека богатая была. Нет слов. А вот некоторые депутаты считают, что Уорхол не достоин быть увековеченным в названии поселковой площади. И уже собирают подписи, чтобы решение отменить. Площадь назвала декоммунизация, а Вин Ленин намалевал. Большинство украинцев пока новые названия воспринимают с усмешкой. Не до смеха будет, когда придется переоформлять документы и запоминать новые адреса. Во сколько обойдется стране декоммунизация, точно не может сказать никто. В прессе называют цифры от 1 до 10 миллиардов гривен. Знаете, на что хотелось бы? Если это 10 миллиардов потратили на городах, действительно у нас появились бы новые детские площадки. От этого факта. Есть те организации, в том числе приближенные к классе, которые, грубо говоря, просто-напросто зарабатывают на то, что называется декоммунизация. То есть они получают заказанные эти таблички. Часть бюрократов коррумпированных создала дополнительные возможности для заработка своих же, по различным схемам, своим же компаниям. То есть, в общем-то, в это и вылилась декоммунизация. Остановить процесс декоммунизации сейчас требуют депутаты от оппозиционного блока, называя его неконституционным. Тем временем, в некоторых городах и селах жители нашли оригинальный способ, как сохранить старые названия, вкладывать в них новый смысл. Например, в названии города Красный Лиман прилагательное «красный», как отмечается в письме местного горсовета депутатам Верховной Рады, теперь означает «красивый, хороший». Юлия Ольховская, Наталья Литовка, Первый канал, Украина.